Продолжение следует... С сожалению, вынужден откомментировать эту ситуацию, потому что мне казалось, что 12 февраля в Минске недвусмысленно были определены те шаги, которые предстоит осуществить. Здесь документ под названием «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» был подписан всеми участниками контактной группы, включая и полномочных представителей Киева, Луганска, Донецка и помогавших им в этом процессе представителей России и ОБСЕ. И там записано буквально следующее, что сразу после отвода тяжелых вооружений должен начаться диалог по модальностям проведения местных, муниципальных выборов в соответствующих районах Донецкой и Луганской властей. То есть то, что должен быть диалог о том, как эти выборы проводить, хотя они будут проводиться на основе закона Украины, но модальности их проведения должны в соответствии с минскими договоренностями согласовываться с Донецком и Луганском. Этого никто даже не пытался сделать. И далее там говорится, что на 30-й день после подписания вот этого минского документа 12 февраля должен быть принято постановление Верховной Рады, который определит конкретные населенные пункты на территориях, на которые будет распространяться вот этот закон об местном самоуправлении или закон об особом статусе, как его еще называют. Закон был принят осенью Верховной Радой, но отсутствие в нем описания территории, на которые он распространяется, не позволяло ввести его в действие, естественно. Вот поэтому такая договоренность и была зафиксирована в Минске, что на 30-й день после подписания документа о комплексе мер 12 февраля должен быть ясен объем территорий, населенных пунктов, на которые этот закон распространяется. Вот и все, что требовалось от Верховной Рады, под чем подписалась Украина. Вместо этого Верховная Рада, по предложению президента Порошенко, что меня особенно смутило, потому что президент Украины поддержал Минский пакет от 12 февраля. Так вот, Верховная Рада, по предложению президента Порошенко, приняла решение, которое, по сути дела, переписывают договоренности, говоря проще, грубо их нарушают, поскольку обусловливают введение закона об особом статусе необходимостью освобождения этих территорий, которые они назвали оккупированными, необходимостью замены практически всех избранных населением этих территорий лиц на кого-то еще и вытекает из постановления Верховной Рады, что только когда руководить этими территориями будут те, кто приемлем для Киева, только тогда закон об особом статусе вступит в силу. Это буквально попытка поставить с ног на голову все, о чем договаривались. Как раз в том-то и заключался компромисс, который позволял укреплять доверие. Компромисс заключался в том, чтобы ввести сейчас особый статус на территории, на которых люди проголосовали за своих руководителей. И никто не заставлял украинскую сторону официально признавать результаты выборов, но с уважением отнестись к этим процессам и выполнить то, о чем договаривались. Я думаю, что это минимум, что должна была сделать украинская власть. Тем более, что, повторю, никакими дополнительными условиями необходимость введения этого закона не обставлялась. Надо было только обозначить населенные пункты и конкретные территории. Я не знаю, как теперь пойдет у нас политический процесс. Я вчера обратился со специальными посланиями к своим коллегам в Германии и Франции, к Франку Вальтеру Штайнмайеру и Лорану Фабиусу. Он привлек их внимание к вопиющему нарушению уже первых шагов политической части Минского пакета и призвал их предпринять совместный трехсторонний демарш перед нашими украинскими коллегами, с тем, чтобы все-таки побудить их к тому, чтобы выполнять то, под чем они подписались и что было поддержано высшими руководителями Германии, Франции, Украины и России. Спасибо. Вопрос от телеканала Life News. Пожалуйста. Здравствуйте, Левтина Пенкальская, телеканал Life News. Вопрос к Сергею Викторовичу. Вчера в Киеве президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегом, тоже президентом, заявил о необходимости разморозки Приднестровского конфликта. И, в общем-то, это учитывая то, что именно Киев и Москва являются гарантами мира и стабильности в этом регионе. Ну, то есть, вот учитывая такое отхождение от предыдущих соглашений, вот, на Ваш взгляд, есть ли сейчас угрозы реального возобновления конфликта в Приднестровье? Спасибо. Я, честно говоря, не знаю, не видел точно, что сказал президент Порошенко, потому что разморозка, она может иметь несколько значений, этот термин может иметь. Если исходить из того, что этот Приднестровский конфликт долгое время назывался замороженным, то я не думаю, что Украина заинтересована в том, чтобы перевести его через разморозку в горячую фазу опять. Это едва ли кому-то будет приемлемо. Если это касается идеи активизации переговорного процесса, мы всегда за это выступаем. Действительно, как Вы сказали, Россия и Украина занимают уникальную позицию в этом процессе, поскольку мы не только посредники, но и мои страны гаранты, наряду с сторонами конфликта, Кишиневым и Тирасполем, и вместе с наблюдателями от Соединенных Штатов, Евросоюза и ОБСЕ. Поэтому я не буду комментировать конкретно смысл сказанного президентом Порошенко в связи с визитом в Румынию. Но на данном этапе, к сожалению, за последний год роль Украины в усилиях по активизации преднестровского урегулирования была не столь сбалансированной, как того требует статус посредника и страны гаранта. Украина, по сути дела, содействовала и продолжает это делать организации что-то вроде блокады экономической преднестровья. И, по моей оценке, подыгрывает настроением тех, кто хотел бы перспективы ассоциации Молдовы с Евросоюзом использовать для того, чтобы в ультимативном плане заставить преднестровцев пойти на условия, которые выдвигает Кишинев. Мы убеждены, что здесь не может быть односторонних решений. Вы знаете, что базовые позиции сторон полярны. Молдова в 2005 году еще приняла закон, который исключает какой-либо особый статус преднестровья и говорит лишь о местном самоуправлении отдельных деревень и поселков на левом берегу Днестра. В ответ Приднестровье провело референдум, на котором была объявлена независимость. И вот нам нужно искать золотую середину между этими двумя полярными позициями, что потребует, конечно же, коллективных усилий. Прежде всего, по убеждению главных действующих лиц в необходимости договариваться между собой с учетом тех принципов, которые ранее озвучивались. А именно, мы все хотим подтвердить суверенитет, территориальную целостность Молдовы, в рамках которой будет обеспечен особый статус Приднестровья. И, конечно же, при понимании, что Молдова остается самостоятельным, независимым и нейтральным государством. В последнее время есть прогресс на этом пути. В частности, мы отметили встречи, которые прошли между новым главой правительства Республики Молдова и лидером Приднестровья. На них обсуждались практические вопросы нормализации экономических, социальных, гуманитарных связей между двумя берегами Днестра. И мы готовы способствовать этому процессу, потому что он посвящен как раз шагам, которые будут сразу же позитивно влиять на жизнь нормальных людей. И тем самым укреплять доверие между сторонами. Что очень важно для того, чтобы создавались условия, необходимые для запуска политического уже процесса, процесса поиска договоренности о политическом статусе Приднестровья в составе Молдовы. Конечно, это должна быть договоренность с существенным делегированием полномочий. И, кстати, между прочим, последние события в этой стране показывают, что, видимо, придется учесть и интересы других частей Молдовы, в частности, Гагаузии. Вопросы накапливаются. И, повторю еще раз, нельзя рассчитывать на то, что они будут решены в порядке выдвижения ультиматумов. Есть такое искушение у некоторых политических деятелей и в Молдове, и за ее пределами в связи с подписанием соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским Союзом. Я очень рассчитываю, что наши европейские коллеги, сознавая свою ответственность за обеспечение справедливого Приднестровского регулирования, будут содействовать нахождению общеприемлемых для сторон развязок, а не навязывать какую-то одну точку зрения одной стороны другой. Спасибо. Спасибо всем за участие. Министрам, спасибо большое.